Здравствуйте, друзья, с вами Декарты. Мне по-прежнему не даёт прям покоя жанр интерактивного кино. Вот прям плющит меня от таких игр, хочется их проходить и проходить и проходить. Третий эпизод Life is Strange завершился, четвёртого ждать ещё хер пойми сколько, поэтому я решил взяться за то, что уже готово целиком и полностью. Аллилуйя, блин! Вот в чём, конечно, плюс прохождения старых игр, выходящих эпизодов, в том, что они все уже готовы играть. Я тут чуть-чуть буквально побегал, просто чтобы оценить, стоит оно того или нет, и по-моему стоит. Я буквально вот это вот немножечко тут подрался уже, мне прям понравилось, не терпится начать это вновь, ну, естественно, и продолжить, что там будет дальше. Так, нажимаем. Чтобы переиграть в эту главу, вы должны выбрать новое сохранение. Без проблем. Сохранение номер 2 пусто, ну давай, выбираем, мне без разницы. 2, 3, 4, 5, лишь бы началось поскорее. По-моему, очень круто будет, вот я не знаю, мне так показалось. Я никогда в неё до этого не играл, хоть она и чертовски известная игра, на самом деле. Здесь уже, все наверняка уже в неё переиграли. Но я как вечный тормоз, вечный слоупок, я за последние несколько лет все игры, которые там вышли, я из них играл максимум там в несколько штук, штук пять. А всё остальное как-то прошло совершенно мимо меня, и только когда я начал записывать видосы, я решил наверстать упущенное. Ну давай, быстрее. Чего-то такая долгая загрузка, такого, между прочим, не было. Может быть, это из-за того, что идёт запись фрапса, я не знаю. Но, с другой стороны, это небольшая проблема, потому что все долгие загрузки, даже если они будут долгими, я их все умело забалтывать буду. Игра будет адаптироваться под ваши действия. История будет развиваться так, как решите вы. Это очень радует. Если бы ещё и в жанре, и в подобном, скажем так, жанре, не было бы подобного решения, это было бы странно. Полная линейность в таких играх, она не приветствуется, она нетипична. Давным-давно в Нью-Йорке поселилось сообщество сказаний в месте, которое они назвали Fable Town. Сказания, которые там живут, прибыли сотни лет назад, после того, как их изгнали с родных земель. Благодаря магическому заклинанию под названием Чара, не скрывать свою тайну сообщества от обычных людей. Большой и страшный серый волк, Шериф. Именно он защищает сказания друг от друга. То есть сказания, насколько я понял из тех несчастных пяти минут геймплеев, которые мне довелось уже проиграть, это персонажи сказок. То есть я вначале думал, что это... Так, здесь вот это не переведено. Я даже не буду пытаться это делать, он слишком быстро строчит свой текст. Это реально невыносимо. Чувак как будто на спидах. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ну как типичный ведущий, радиоведущий, да и, наверное, как я иногда. Вот едет наш главный герой в тачке, очень хмурый, очень брутальный тип, чем-то напоминающий мне Хью Джекмана из Росомахи. Из Росомахи. Росомаху Хью Джекмана из фильма этого, блядь. Как его? Я реально забыл. А, Люди Икс, точняк, точняк. Вот похож он на него чисто внешне, по поведению похож на любого нуарного детектива, наверное, из всех, каких только можно себе представить. Начиная там с Джека Николсона в китайском квартале и заканчивая каким-нибудь агентом из Л.А. Нуар. Хорошая игра, кстати, надо будет тоже когда-то заценить, я ее, правда, до конца не проходил. Л.А. Нуар, это была реально одна из тех немногих игр, которые я за последние годы посмотрел. То есть я как-то от гейминга отошел за последние годы, а наверстываю только сейчас. Последние там три месяца наверстываю. Курить вредно. Чему что учишь юных игроков, скажи мне, пожалуйста? Ведь игроки, они преимущественно юные. Жилой район Саутбронкс, где-то после полуночи. Чё, даже не будет вот этого вот, как обычно уточняют, типа, 12 часов 35 минут. Ой, зачем я нажал Escape? Можно, если я хочу что-то пизданут, можно просто нажать паузу, это лучше. Мистер Жаб? О, чёрт. Бигби! Слушай, дружище, я знаю, я не похож на человека. Это проблема, я понимаю. Я вышел из квартиры лишь на мгновение, хотел, ну, посмотреть, что устроил тот пьяный мудила, блять, наверху. Просто закрой на это глаза, ладно? Завтра первым делом куплю чары. Клянусь, я смотрю на метровую жабу. Ну, не стоит спорить, да, это так и есть. Ничего плохого не случилось, окей. Слушай, ничего плохого не случилось. Закрой на это глаза, но послушай, если у тебя не хватает бабла на чары, ты отправишься на ферму. Всё просто. Молчание допустимый вариант, между прочим. Ты не можешь отослать меня жить к этим животным. А хочешь поспорить? Ты знаешь, о чём я. Сходи к ведьме, купи чары. Бигби, дружбан, это обдираловка. Качество заклятия падает, а цены всё растут. Прямо как ситуация на Украине. Там, правда, без заклятий и без мата, ну, ой, без магии. Блядь, какого мата? Не, без мата точно не будет, точно. Я не могу нанести. Без заклятий никаких нет, чтобы всё это как-то обратить вспять. Ну да, действительно, качество падает, цены растут. Это да. Ты знаешь, сколько денег нужно заплатить, чтобы обеспечить всю семью чарами? Не я устанавливаю правила, разберись с этим. Не мои проблемы. Ну, тут, наверное, молчание лучший вариант, потому что это скорбная ситуация такая, действительно. Думаю, тебе не стоит просто так стоять здесь и говорить мне, взять себя в руки. Мистер Жаб принял во внимание ваше молчание. Какой бы большин был цена, это надо сделать. Тебе не поздоровится, если ты ещё раз падёшься мне на глаза, не приняв чары. Ёбаный в рот. Видишь, именно поэтому я тебя вызвал, шериф. Будешь просто стоять, сделай что-нибудь Бигби, прежде чем он разрушит это место. Ну давай, подняться наверх. Чё будем тянуть-то, собственно? Пожалуй, мне следует с этим разобраться. Да, пожалуй. Спасибо. Волосатый чмо, говорит мне, как тратить деньги. Не надо плеваться в квартире, ты чё, оборотел? Пап, свет лягает. Чё я тебе говорил? Хочешь, чтоб тебя забрал большой серый волк? Нет. Ну тогда съебал внутрь, блядь. Мелкий пиздюк. Такой немножко вольный перевод из меня. Решил переплюнуть Талмач Тим по количеству мата, почему бы и нет. Товарищи Буслика и компанию. Кстати, они тут тоже, как и в Life is Strange. Это перевод от них. Так. Чё, загрузки реально вот такие вот будут всё время? Такого быть не должно, мне кажется. Потому что такого не было, блядь, когда я играл. А, не, ну чё, в принципе, это нормально, это приемливо. Это я ещё подожду. Итак. И началось. Ты узнаешь, кто я, блядь, такой, слышишь? Э, смотри на меня! Что я делал в прошлый раз? Просто прекрати, ладно, ты пьян. Подбираем вот это вот. Спичечный коробок. Отпусти. Окей. Взяли. У меня какой-то инвентарь есть, может быть? Спичечный коробок. Да, есть. Вот, пожалуйста, у меня есть бабло, инвентарь. Мы можем вращать колёсиком мышки и выбирать. О, деньги. Так. Деньги. Мы... Телефон. Телефон. Стой. Мусор нельзя выбросить. Я хотел мусор выбросить был. Хотел быть хорошим гражданином. Взял. Не дают. Окей. Тут у нас ничего. Ну, пошли. Давай, наверное, сразу вот так вот чётко выбьем дверь. Не будем особо затягивать. Давай. Кия. Будь ты проклятым. Теперь ты знаешь, кто я такой. Э-э-э-э. Хорош, мудак. У тебя что-то на лице. Что ты несёшь, тупая пизда. У тебя на лице отпечаток Михаила Шуфутинского, блядь. Ты вылитый просто. Я тебя убью. Успокойтесь. Так, просто... А, понятно. То есть, по-хорошему не получится. Я понял. Без проблем. Ну и хуй ты сделаешь теперь, мудак, а? Съебал с дороги, иначе снова огребёшь топором. Угрожать ему. Давай ему угрожать. Дровосек. Я разобью твою ёбаную морду. Да, что ты говоришь? Ага. Ещё как. У тебя херовая память, волк. В прошлый раз я показал тебе, кто главный. Чё ты сделал? Мурк успел? Шансон свой? Сейчас всё иначе. Сейчас всё иначе и клубняк в море. Ой, блин, не успел. Вот это я сразу лужанулся. С. Тут, вот сейчас я уже всё. Я сейчас уже сосредоточен. Сейчас ты у меня бородача отхватишь просто. Пиздяшеньки конкретные. С. Раз. Отлично. Ну, это легко. Тем более, что я это делаю во второй раз. Вот эту драку я её как бы пол... Ага. И мы нажимаем просто, да? Ой, я там не успел. Там надо было его... Да ты грёбаный мазахи из дровосеков. Да что ты говоришь? Еди нах. Давай его вот-вот об шкафчик можно. Бум. Какая пройка. Твали, засранец. Слышь, чё-то нечестно. Торшерами мы не дерёмся. Давай, бей по ноге там, мудака. Ей в голову, да, замечательно. Как после этого ещё можно вставать, я не знаю. Он уже должен помереть. Давай обстол его. Отхерачивай его обстол просто. Давай по полной программе. И... А это что? Вот это что? А, ещё и бутылкой можно. Смотри. И раз. Какая пройка. Едино. Ну, почему ж ты такой прям злой чувак? Чё ты ругаешься? Я тебе... Я пришёл, я хотел сказать. Тейки Ризи или чё он там говорил. Успокойтесь. А ты сразу начал вот так вот себя вести. Конечно, тебе теперь плохо будет. Раз. Два. Три. Четыре. Сколько? А, я думал, три будет. О, идёт сохранение. Обалдеть. Меня тут даже сохран... Не, ну ты паскуда, то он уже на убийство согласен. Ты посмотри, а? Ничего себе, заигрался маленечко, чувак. Ты забываешь, что я как бы полицейский? А, вот тут надо часто нажимать. Это я помню. И теперь на себя. Отлично. Удар по яйцам. Это просто... Это классика. Итак. Всё на этом? Я просто не помню уже, честно говоря. Походу, это всё. Да, отруби ему башку, его без мозга. Всё равно пустая. Слушай, я не уйду, пока не получу то, что мне нужно. Нихера ты не получишь, сука. Я, блядь, убью тебя. Заткнись. Заткнись. Вот так. Всё, присмирел? Ёбаный пиздец. Это точно. Ты сломал мне челюсть, ублюдок. А ты всё не заткнёшься. Да иди ты нахуй. Что ты здесь делаешь? Тебе нужно уходить. Что произошло? Чё за чертовщина тут происходит, а? Всего лишь небольшое недопонимание, которое превратилось в настоящее шоу. Не волнуйся. Ты видел всё лучшие моменты. Слушай, заткнись-ка ты лучше, баба, а? Завали. Лучше шоу, блядь. Шоу Джерри Спрингера, пиздец. Слушай, для меня дерьмовая ночка просто началась. Хочу забрать деньги и съебать. Всё окей. Ты в порядке? Всё просто обалденно. Спасибо, что спросил. Почему он тебя бил? Может, лучше у него спросить? Я спрошу, но сначала хочу узнать у тебя. Он спросил, узнаю ли я его. Знаю ли я кто? Я сказал, что я да. Нет. Он начал бить меня. А потом пришёл, и ты начал бить его. Похоже на правду, дорогуша. Я дровосек, шлюха-то тупая. Я спас красную шапочку от этого чудовища. Вспорол ему брюхо. Набил камнями, а потом бросил его в грёбаную реку. Вот кто я такой. Тупая ты, сука. Эй. Выкинуть в окно. Вот это, мне кажется, лучший вариант. Я и в прошлый раз. Эй. Чё я тебе сказал, а? Я сказал, будь вежлив. Иначе придётся ждать снаружи. А ему придётся ждать снаружи. Он чё там на... Я в прошлый раз, когда играл, этого не разглядел. Он чё там на фонарном столбе повис этот мудак? Или мне показалось? Ну. В любом случае, так ему и надо. Хотя вообще вы, ребята, конечно, дерзкие. Один топором на другого замахивается. Другого выбрасывает из окна. Вы прям... Прям убивают друг друга. Может, они не способны умереть в этом мире. Может, в этом всё дело. Может быть, он... Он, если бы ему голову топором отхерачил, он бы взял бы там, присобачил себя на место, потому что он бывший сказочный персонаж. Ох, твою ты мать. Ох, прости, друг. О, здорово уже. Моя машина. Ага. Дай мне секундочку. Отвезу, блядь, в автосервис. Да-да, не торопись. Устраивайся, блин, поудобней. Тебе что-нибудь принести подушку не желаешь? Слышь, ты тролль. Я тебя сейчас порву вообще на части. Ну, а... Как у тебя со страховкой? Я не должен злиться. Я просил тебя помощи, ты пришёл. Я не должен злиться. Но даже когда ты помогаешь, всё становится... Ещё, блядь, хуже просто. Ну, по крайней мере, ты, блядь, жив. А, это ещё кто? О, здорово. Так мы чё, не остановимся на этом, блин? О, опять пошло-поехало. Так, ну давай как бы этому... О, отлично. Чё ещё мне предложат? А, кью, кью, понял, долго. Ого, как долго, слушай. Как долго это всё идёт. Хватит страдать хуйной. Да... О, слышишь ты? О, пидор, парик меня сейчас откусит. Я знаю, что ты, блядь, там. Покажись, вонючая псина. А, он пытается... Я избавлю тебя от страданий. Да что ж такое? У меня же рука болит. Избавь мою левую руку от страданий, пожалуйста. У меня даже правая так никогда не напрягается. Если вы понимаете о чём я. Выходи, волк. Ох. Чудно. Нихера себе. Вот это бой, баба. Я прям тебя люблю. Пошли уединимся, потому что... Идёт... Новые записи в книге сказаний. Кстати, можно будет полистать, что там за книга. Давай, может, сразу это и сделаем. Тут как бы никаких проблем. Можно остановить диалог в любое время. Книга сказаний. Итак. Знаменитый большой страшный серый волк, известный как мучитель поросят и девочек в красных шапочках. Ну да, похож на педофила, я согласен. Пытающийся забыть те страшные времена. Бигби стал шерифом Фейблтауна и принял человеческую форму. Но зная его бурным прошлым, жители Фейблтауна неохотно начинают ему доверять. Бигби решил показать, что он действительно изменился. Но некоторые инстинкты достаточно трудно заглушить. Дровосек один из тех, кто столкнулся с Бигби в чёрном лесу и выжил, чтобы рассказать ту историю. Дабы спасти красную шапочку, он вскрыл волку живот топором, набил камнями, зашел обратно, выкинул в реку. К его к ужасу популярность его поблекла. Даже ими его стало забыто. Его помнят только как дровосека. Так правильно, потому что их там, по-моему, двое было. Конечно, так всегда и бывает, когда двое совершенно безымянных практически персонажей. Каким хером можно надеяться, что одного из них вот прям запомнят? Мистер Жаб заведует заброшенной собственностью на краю Фейблтауна. Так как это амфибия, ростом в метр, Жаб требует от полиции Фейблтауна, чтобы его и его семью постоянно снабжали чарами, чтобы быть похожими на людей. Проблема в том, что Жаб не слишком понимает, чем должна заниматься полиция, поэтому часто досаждает им. А что-то до хрена я смотрю всяких записей прям, или мне кажется. А, ну, не, в принципе, все равно. Фейблтаун это община, находящаяся на улице Фул Финч в Верхнем Вестсайде Манхэттена. Для простых людей или простаков это обычный район Нью-Йорка и ничего более. Но это настоящий дом для сказаний из многих миров. В его пределах находится большая пещера, обширная библиотека, сотни магических предметов огромной силы. Все непохожие на людей из Казани живут на ферме удаленной части Фейблтауна. Ферма – дом для сказаний, непохожих на людей, таких как великаны, гоблины, звери и другие. Она находится в северной части Нью-Йорка достаточно далеко, чтобы простаки не смогли их обнаружить. Некоторые ее жители считают, что их держат здесь как в тюрьме, несмотря на то, что на ферме удобно и свободно. Они могут покинуть ферму, если смогут приобрести чары, но у большинства нет денег на что-то настолько дорогое. Несмотря на запрет, некоторые такие, как Колин, все же выбираются в город. Что за Колин? Это мы с ним еще познакомимся, наверное. Это, видать, вот туда вот наш друг, жаб, не хотел. Чары – это заклинание, позволяющее изменить внешность. Дорого стоит, но некоторые непохожие на людей из Казани их покупают, чтобы выглядеть как люди. В бедных районах Фейблтауна продаются дешевые чары, но они ненадежны и могут привести к неожиданным последствиям. Каким, например? Смена пола или там, я не знаю. Третий хер отрастет. У них же, может, у кого-то по два, они все-таки сказочные персонажи, поэтому третий хер. Да, они, наверное, бессмертны. Что-то вот я смотрю на эту картину, мне кажется... Хотя, смотри-ка. Деактивирован. Что делаешь вообще? Ну бабло свое достает, видать. Просто беру то, что он мне должен. Ты там в порядке? Ну, в смысле, глаза, зубки. Этого не должно с тобой происходить, верно? Че, как у Листа ходил к стоматологу, тоже самое. Стараюсь этого избегать. Великолепно. Да, оно того стоило, правда? Вот уж бы члюхой в этом городе выгодно. Слышь, у него есть башки и топор. Не думаю, что он это почувствует. Ты ему отменял, будет в порядке. Я тебя убью. Ёбаная ты сука. Давай-ка я помогу тебе с этим, а? Слышь, он там вообще позволить остановить... Да ну, будем гуманны. С него хватит. Он же сказание. Сукин сын выдержит. А, ну это, да. Они все-таки бессмертны. Ну, это, в принципе, и логично. Убить персонажа сказки с топором. Не знаю. Эти вещи как бы лежат в разных плоскостях. Топор настоящий. Сказочный персонаж. Сказочный. Я думал, ты там ему уже прессовываешь потихоньку. Что-то такой жест вообще был. Не культурный прям совсем. Ну, что, круто. Круто. Меня пока игра радует. Не знаю, что дальше. Черт. Так давай же, блин. Зажигайся, падла. Сука. Она молчит, поэтому я перевожу за нее. Там ее мысли перевожу. Зажечь ей сигарету. Давай, будем галантными волками среди нас. Слушай, а эта шлюха, это кто это? Может, красная шапочка, если дровосек ее там узнал? Или это старушка? Бабушка, которой пирожки там относить надо было. Спасибо. Хотя она старуху не шпала. Так на кого ты работаешь в натуре, блин? О, боже. Мои уста закрыты. Прости. Да ладно, с твоей-то работой твои уста открыты каждую минуту, я уверен, блин. Открываешь их только так, как врата Ада 9 разверзываются. Нравится моя ленточка? Не меняй тему, сучка, блядь. Если ты не будешь отвечать на мои вопросы, я не смогу тебе помочь. Я отвечаю на них, как только могу. Она это запомнит. Ой, да что она, блядь, в своей пустой башке там запомнит? У меня такое чувство, что мы встречались ранее. Ну, красные шапочки, смотри на нее. Наверное, так и есть, когда-то мы все были знакомы. Но теперь все изменилось. Наверное. I guess, I guess. Классный у вас диалог вообще. Пойдем ее, давай ее трахнем, короче, не будем париться. Че еще делать? Она же шлюха. Шлюху надо трахнуть. У тебя деньги есть вообще? Черт. Стоп. Нам не надо усложнять все еще больше. Он ударил тебя. Он должен заплатить. Ему нечем платить. Ему нечем платить. Да, слышь, сучка, все, кто будут тебя бить, будут отчитываться, будут лично мне в карман бабки платить. Теперь я твой сутенер, да. Вот такую вот фразу я бы хотел. Ему нечем платить, шериф. Я уже проверяла, к тому же. Я только что воткнула в его голову топор. Как по мне, мы в расчете. Может, мне следовало бы арестовать тебя? Ну что ж, нападать на тебя я не собираюсь. Так что сейчас твой шанс. Нет, подождите. Она сказала... Нет, она сказала, я не собираюсь больше этим заниматься. В смысле, шлюхотрашеством своим, как бы. Перевод от... Буслик, шо ж ты такое, а? Как вот так? Хотя, может быть... Может, я что-то неправильно понял, а я сейчас гоню на Талмач Тим. Ну ладно. Не страшно, в принципе. А че это ты больше не собираешься? Я только хотел... Сколько... Попросить об одолжении, блядь. Сколько он тебе отзадолжал? Сотенку. Я так понимаю, ничего хорошего не произойдет, если ты покажешься с пустыми руками. Со мной все будет в порядке. Ну да, еще для симметрии второй фингал твой сутенер тебе поставит. Хотел бы я помочь. А, блин! Твою мать, это ж... Не, не нужно, я буду в порядке. Ты и так... Сделали достаточно, правда. Я хотел им, блин, помочь, а ты вытащил меня из неприятной ситуации. Спасибо. Я, блин, подумал, что это типа фраза, я хочу тебе помочь, давай там то-то, то-то, то-то. А эта фраза типа, ой, хотел бы я тебе помочь, ну, блядь, пошла ты нахрен, короче. Пусть тебе реально это еще татуировку паяльником наружу врежут. Нет, ну серьезно. Облажался, я хотел ей денег дать мне. Ты все еще должна дать показания. Мне нужно отдать работодателю деньги, которые у меня есть. Потом приходи ко мне в офис. Поздновато для делового визита, шериф. Я загляну тебе в квартиру. Ты живешь в самой маленькой квартире в Уудлендс. Это знают все. А чего это я в самой маленькой, слышишь? Рад слышать. Волку нужно пространствовать. Я следует привести себя в порядок. Дерьмовый вышел. Денек. И я не драматизирую. Выглядит очень плохо. Ой, промолчал случайно. Здесь останется шрам. Или нет. Да ты на мою рожу посмотри. У меня там кроме шрамов ничего не осталось и так. Так я промолчал, это плохо? Эй. Мне нужно сказать тебе кое-что. Говори. Ты не такой страшный, как все говорят. По-моему, я, блядь, вообще не особо страшный. Вот жаб. Вот жаб увидела. Вот этот пиздец. Увидимся, волк. Если в этом мире я страшный, то что можно сказать даже про вот этого вот бородатого Шафутинского, с которым ты тут тусила, блин, так. Ой, как она медленно ходит. У него, видать, ел день нехилый такой бородатого этого хрена. Она так ходит, как будто ее кактусом долбили круглые сутки. Когда-то я такую шутку уже говорил. В каком-то прохождении. Ну, повторяюсь, повторяюсь. Что делать? Окей. Снова она курит, он курит. Пока не закурила, только жаба, по-моему, если я не ошибаюсь. Все курят, блядь. Че вам не имется? Не надо курить, это вредно. Телтейт Геймс представляет. Это у нас только сейчас пойдет вступительный ролик. Авторы сценария Пир Старетт и Райан Кауфман. Руководители Ник Херман Денис Ленард. Я не знаю, может, это не надо читать, в принципе. Это как можно было. Хотя нет, мне нравится. Все читать. Это прям не читать. Волк Среди Нас Кафе. Волк Среди Нас Кафе. Классная игра. Арт-директор Дэвид Боган. Окружение Ким Лайонс. Ах, я в пизду. Я хочу музыку послушать. Мне саундтрек нравится. Атмосферненько так. Прям... Прям по приколу. Такой электрический... Я не знаю, как этот жанр музыки можно назвать, но звучит очень даже неплохо. Эпизод 1. Вера. То есть, опять эпизодов. Хорошо. Вера, Надежда, Любовь. А что дальше? Вера, Надежда, Любовь. Там, Доброта, Смирение. Или что? Как будет называться остальные эпизоды? Роскошные апартаменты Woodlands. Fable Town. Поздно. Ну, да. В принципе... Нет, сейчас, конечно, ни хрена не поздно. Сейчас я записываю это в 4 часа дня. Но пока, я думаю, эту серию, в принципе, можно и закончить. Потому что, когда следующее сохранение хрен его знает, оно идет уже 25 минут. В принципе, для меня это вполне нормальный хронометраж. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, ставьте ему лайк. Открывайте описание, где найдете плейлист на эту игру и многие другие игры. И всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok